Приветствую всех на канале VGames и у нас новая игрулька, которую я отрыл в PlayMarket, вернее благодаря рекламе. Что ж, она новая, не знаю откуда она изначально выходила, потому что, как вы знаете, у нас любят локализировать просто и переводить англоязычные игры в наш Google Play. Окей, что ж, сейчас мы посмотрим эту игру. Первое, что мне бросилось в глаза, это довольно приятная графика. И вначале мы можем просто побегать по деревне. Я уже в неё играю несколько дней. И, конечно же, описание игры, название её будет в описании под видео. Обязательно ставьте лайк и комментируйте видео. Но, если вы напишите офигенный комментарий, то, скорее всего, он попадёт в следующий видеоролик. Что ж, давайте сразимся, зайдём в режим Battle. А тут у нас происходит что-то наподобие автобатлера. Так, это персонажи, которые у меня есть, по крайней мере, они в моём отряде. Может быть и другие персонажи, и их может быть гораздо больше. Я видел и другие автобатлеры, но этот отличается тем, что здесь хотя бы классная 3D-графика. Мы можем спокойно вертеть изображение. Во! Вот, конечно, косяк. Тут эта анка долбанула типа котуном. Котуном массорады. Так, здесь у нас бонус. За то, что... В общем, нам в раз в день доступен автофарм. Так, хорошо. И она у нас выступает в роли хиллера. Она лечит трёх персонажей, у кого меньше всего здоровья. Я так понимаю. Шикомару просто ультанул своей тенью. Мы также можем пропустить бой, но я вам хочу продемонстрировать способности своих персонажей. Всё происходит довольно автоматически. Так, получается, анка у нас делает котун, и на нас хилит. Шикомару бьёт тенью. Нейджи прописывает 64 удара небес. А этот, как тебе, Акиба, делает своё... Как это, вращение с клыком. О, окей. Просто пролистаем босс... Пролистаем и пропускаем бой. О, и мы встретили Хидана. Ты хочешь найти Саски? Я могу помочь. Окей. Игра на английском, но здесь, в принципе, всё интуитивно понятно. Опа. Так мы, может, даже не победим Хидана, он отхилл делает. Автоматически. Время от времени. А так мы его не победим, наверное. Хотя нет, нас много, а он один. Может, и победим. Сейчас начнутся наши персонажи с своей ультой выходить. Игра на стадии разработки, поэтому она может, конечно, вылагать. У меня она вообще первое время вылетала. И давайте я лучше зайду в настройки, где мои настройки, и вырублю нафиг музыку, потому что потом всё будет жаловаться. Мой этот YouTube будет жаловаться на то, что я, типа, лицедионную музыку использую. В общем, ребята, за первые дни вы можете получить бесплатно Хинату, и на 30 дней вы можете получить Гару. На 15 дней вы можете получить Какаши СССР+. Как бы это классные персонажи. Но давайте я вам покажу других персонажей. Вот у меня Шакамару СССР. Нейджи, Анка, Киба, ну, это Инна Свина, Чоджи, Кината. Вот Гара попал, но я его пока не улучшал. Вот, только первый уровень, поэтому он пока у меня не в отряде. Ну, и персонажи, которые вообще, типа, ни о чём. Вот мы можем перейти в галерею. И вот есть персонажи Юэр. Вот это интересно. Так, подождите, я не понял, где-то я что-то видел другое. Можно как-то иначе посмотреть на персонажей. Сумм. А давайте мы с вами откроем 10 персонажей золотых. Нина Свина? Что за бред? Это золотой призыв? Кринж. Окей, давайте откроем обычный золотой призыв. Вау! Наруто, который изначально даётся. Так, вы увидели первый режим, мы просто будем там сражаться. Всё-таки я не могу понять, почему, во-первых, здесь что-то там тормозит, точнее вдёргается. В общем, смотрите, Юэр. Это самые классные персонажи. Там он, получается, за 15-й день входа или на какой, даётся какажа. СССР плюс. СССР плюс. СССР плюс. Короче, много плюс. Чё надёргаться, не знаю. Вот у нас есть Пэйн. Юар. Ультра редкий персонаж. У меня таких персонажей ещё ни одного нету. Я мало играю. И игра, странно, что налагает. Она у меня не артефачила. Когда я просто играл, а сейчас она какие-то артефакты выдаёт. Ну, я говорю, что игра на стадии тестирования. Только вышла. Но графика здесь красивая. Персонажи, по крайней мере, очень красивые. Я бы хотел выбить Кабута. Он, конечно, выглядит по морде как это эпик у него. Но всё равно он классно сделан. Цунадо тоже красиво со своей кацой. Ну, блин, вообще, графика мне нравится. Поэтому я и хотел бы играть в этот автобаттлер. Хоть я автобаттлера не особо люблю. Ну, если автобаттлер с красивой графикой, почему бы не сыграть? Давайте в другой режим зайдём. Файт. Это у нас элитные задания. Зарашил. А, то есть мы можем их пройти. А потом просто то, что мы прошли, рашить. Просто в этих заданиях нужно было проходить и добывать материалы. Здесь же у нас что-то типа, не знаю, дуэлей. Или какой-то башни. В общем, мы смотрим по силе. У меня там миллион с чем-то. Я даже не знаю. Мне кажется, я никого тут не выиграю. Зарефрешить. Давай. Ты можешь это? Вот у меня миллион семьсот шестнадцать тысяч. Сила. Рефрешни. И что? И что вот? И что? Ну вот, получается, самый слабый. Попробуем сразиться. О, у него СССР. Киллер Би выпал. О, ну сразу видно, как он больно бьется. Конечно, тут проблема в том, что звуки персонажей запутаны. Но я думаю, это стадия бета-тестирования. И в дальнейшем они это исправят. По крайней мере, я бы очень хотел это. Чтобы они исправили. Иначе, когда Нейджи наносит удары, а звуки какого-то Аручмара, ну это такое себе. Какие-то звуки непонятные. В общем, мы проиграли. Я промотал бой. Это сразу было понятно. Что там у нас есть? Путь. Так, здесь мы просто можем поставить персонажа, либо выбрать автоматически. И на нас будут нападать крипы. Наша же задача не дать им дойти до нашего основного ниндзя, который мы выбрали в начале игры. Почему ты так лагаешь? Ужас. Звук тормозит. Не понимаю. Так, ну в принципе, думаю, со сложностью я не подрасчитал. Слишком просто окажется. Потому что мы наших врагов просто как орешки щелкаем. Пробежал элитный Шиноби Хидан. За него дали что-то стоящее. Ну вот, мы просто фармим награды параллельно, не давая дойти противникам до нашего главного персонажа, чтобы они его не убили. Так, ну, блин, такая анимация прикольная, что золото так сыпется монетки. На это любо-дорого смотреть. Нам 30 секунд осталось продержаться, и все. И мы выполнили задание. Есть, конечно же, ПВП-режимы, где я сейчас играл, и вы видели, как я проиграл. По факту, даже не знаю, есть тут чем заняться, или нечем тут заняться, но персонажи мне понравились, и графика их. Надеюсь, эта игра будет развиваться. Мне, в принципе, она... Ну, неплохо так понравилась, в принципе. Слегка. Если бы было ей чем еще заняться здесь. Так, здесь у нас охота за сокровищами. Здесь у нас арена, лига и ниндо. Что за ниндо? Ладно. Давайте-ка мы зайдем сюда. Что тут у нас есть? Один день я пропустил. А вот не хочу я за валюту переподключаться. Давайте примем награду, что я сейчас выполнил. В общем, ребята, здесь мы выбираем награду. У нас копятся очки. За очки мы собираем... Тоже награду, более крутую. Вот. 50 тысяч золота. Какие-то вот еще задания. В общем, как по мне, сделана игра неплохо. Но заняться пока тут нечем. Думаю, это дело в том, что она, как я повторяюсь, на стадии разработки. Что ж, думаю, со временем она сделается и станет лучше. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Обязательно пишите комментарии. В комментарии самые интересные и крутые попадут в следующие ролики.